Друзья, тема также. Как вырастить 100 тысяч рублей за один сезон. Для начала итоги прошлого вебинара. Вот, они звучат так. Значит, интерес никакой у всех 100 тысяч есть. Никому 100 тысяч не надо. Не было даже ни одного комментария. И не было ни одного заказа. Ну, не то, что на тысячу косточек. А на 500, на 300. Ну, в общем, вот такие дела. Но дело в том, что я сказал, что будет продолжение. Цифры я не называл. Поэтому я все-таки это закончу. Эту тему. И начну другую. Не только на абрикосах, на саженцах. Вот на таких. Вот. Мы можем заработать деньги. Ну, какой-то зарабатывает. Вот. По России пошли уже как бы мои ученики. Только почему-то даже называют твою фамилию. Но я про них ничего не знаю. Так бывает. Теперь. Значит, маленькая хитрость. Я решил, что это как бы заманить вот эту фотографию. Это то, что можно вырасти в течение нескольких месяцев и продать. Так. Причем это знаменитый мажорский абрикос. Заметьте, я не сказал дикий абрикос. Я даже не сказал полукультурный. Я сказал знаменитый. Знаменитый мажорский. Заметьте такого. Вот его наглая морда на экране. Так. Постараюсь говорить немножко в другой тональности. Мой брат Юрил Юрий Железов. Мы с ним одного года. Мы с ним друзья. Но, как говорится, Платон мне вдруг наисся на дороже. Он меня покритиковал. Говорит, хватит сверху бахать. Надо поспокойнее работать. Попробую. Хотя не обещаю. Я часто волнуюсь, когда вижу изувеченные деревья и желание их добить. Тут уж у меня не выйдет. Ну, посмотрим. Итак. Продолжение разговора о 100 тысячах рублей я перейдёшь в середину вебинара. Почему? Ну, может быть, реакция будет другая. Людей прибавится и так далее. Поехали. Значит, давайте так. Я так как... А сама идея обозначена не 100 тысяч рублей, а что первый раз в первый класс. То есть сейчас речь пойдёт до новичков. Появляются они? Вот когда реакция конкретная появляется. Ой, я впервые увидел, я впервые услышал и так далее. Получается, что вроде есть. Наверное, их не так много. Ну, я посмотрел. В этот раз, может быть, чуть-чуть прибавилось на полсотни зрителей. Ну, получил где-то за 500 тысяч, если всё собрать. Ну, немного. Нам против тех, кто 4 миллиона человек научил убирать деревья, пока я это... Пока я отстаю. Поехали. Значит, раз в первый раз в первый класс. Быстренько-быстренько. Значит, делают они так. Они берут фотографию. Так. Вот. Часто мою. Вот. Я вообще удивляюсь, насколько беден вот Википедия. Это ж международная вещь, да? Вот. И... А... Я часто на неё ссылаюсь. А... А... Это самое. Яндекс – это могучая организация с сотнями тысяч... С сотнями миллионов зрителей. И мои почему-то всегда первые места занимают фотографии. Наверное, сад не из последних. Так. Вот я здесь пишу. Значит, саженец продают. Ксения продают. Если фотографию у меня взяли, значит, у них... Или абрикосов нет, перекупщики. Или ещё... Ещё даже такого не дотягивают. А это мой середнячок. Это этот самый... Серафим. Я вам уже показывал. Тогда я решил так. Значит, Я делаю... Ну, знаете, это... Ещё раз для новичков. Но я постараюсь очень быстро. Фото... Абрикос... Ой-ой-ой-ой. Это для новичков. Как разоблачать? Ну, вы хотите в этом купить. Но вы вначале-то поработайте с их этим... С их каталогом. А в этом каталоге будет так. Фотоабрикос. Абрикос Серафим даже. Вот он. Так. И давайте смотреть. Обратите внимание. Вот это вот. И вот это вот. Видите? Это и есть моя фотография. Доказывать надо. Несколько десятков раз показал. В течение последних 10-15 лет. Эта фотография много лет. Где-то лет 20. Так. Вот. А и смотрите. Нажал сюда. Вот так надо делать. Видите? Это же я вам с чужого сайта. Это не мой сайт. Вот он мой сайт. Вот их номер. Можем позвонить. К примеру. И они вам скажут. Что вы? Серафим. Какая прелесть. Это все наши. А почему продаем дешевле водки? Та у нас их это. Как сорняка этих абрикосов. Мы их выращиваем десятками тысяч. И тогда. Тогда я беру и. Вот он. В Яндексе. Нажали левой правой мышкой. Так. И написано. Найти это изображение в Яндексе. А теперь смотрите. Насколько популярны фотографии? Я буду долго листать. Это не все. Ну тут их это. Потом они берут. Разворачиваю в другую сторону. Смотрите. Видели? Разворачиваю. Так. Вот. Значит. Теперь еще вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Это все она же. Поняли, да? Еще вот так вот. Еще повернули. Теперь уже вот так. Наклоном. Вот. И получается. Примерно. От ста. Я не считал. От ста до двухсот. Плодопитомников. Ну скорее всего. Польшивый плодопитомник. Значит. Зачем у них всех моя фотография? Они все. Значит. Или. 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 У них так получается. Они все. Или перекупщики. Или. У них даже такого нет. А это мой середичок. Мне сегодня спрашивали про Серафим. Я сказал так. Значит. Это как автомобиль. Жигули 21-21-01. То есть. Надежный. Урожайность. Дичайшая. Такая невероятная. Одно дерево дает сотни ведер. А если еще не калечит. Как я. То есть. Ветки не отрезать на прививку. То тогда вообще живет. У меня. У этого. Я сегодня сделал фотографию. Но. Они еще в этом. Там основание штамба. Вот такое. Вот. Все искалечено. А ему 30 лет. Как раз. Серафим. Так я к чему говорю. А второй Серафим у меня рухнул. Там было ведер уже за 30. И вот. А вы видели. Я показывал. И фотографии. Фильмы. То есть. Вот это настоящий Серафим. А вам предложат. Чисто. Ну. Главное. Чтобы вы поняли. Я еще приведу один пример. И это мы закрепим. Это первый раз. Первый класс. Согласны? Вот. Посмотрели. Так. Вот. Дальше разоблачаю. Вы обязательно заходите в Персик. Это моя фотография. Но. Красанский Персик. Взяли и переименовали как? Сибиряк. Что думает человек. Любой из вас. Новичек. Я про новичков. Первый раз. Первый класс. Который его видит. Раз он назвали Сибиряк. Значит выращен в Сибири. Ну так я. Может что путаю. И за 418 рублей. Можно купить. Скидку минус 12. И опять получаем. Вот скидка. Видите? И тогда получается бутылка. Та же бутылка водки. Есть еще. Полтенник скилл. Причем дерьмовый опять же. И вот получается что. Я так я не буду сейчас его искать. Догадайте сами. Вот. Моя фотография значит еще 20-30-40. Вот до питомника. Вас обманут. Вот. Когда я все сосчитал. Не считал. Но прямо сейчас пошел на то, что несколько сотен плодопитунка. А это вся страна. Фотографии с интернета. И мои не спасли. Смотрим дальше. Вот это дерево давно погибло в пожаре на острове. Я еще там снимал. Фотографию показывал. Я просто когда я вижу. У меня давление скачет. Она до сих пор в ходу. Пожалуйста. Покупайте. Жигулевское. Только как. А что у них. Ни одной ветки нет. Даже не дерево. С плодами. Чтобы сфотографировать свое. Мне это очень смущает. Ребята. Я не знаю. В машине шапки. Это. Я люблю. Вот эту фотографию. Она тоже. Моя доказательство. У меня. Знаете как доказательство. Помните. Наводишь мышку. И высвечивается все. И марка фотоаппарата. И этой. И даты. Все. Вот. А я говорю. Вот видите. Крышу соседского дома. Он на меня в суд. За то, что якобы я вашу фотографию свиснул. Ну допустим. Допустим это терн. На самом деле это сувенир Востока. Вот. Но главное я люблю. Знаете за что? С этой фотографией. Это был первый толчок. Я сделал одно из мировых открытий. Я подчеркиваю. Мировых. Вот. Новое направление в селекции. Называется селекционное планирование. Отбор самых морозостойких почек. Это за столько. А как? А заморозим. А что останется. То и наше. И тогда получается. Причем это делается специально. Это целая теория. И целая практика. И можем двигать, двигать, двигать на север дальше. Но к сожалению это пока не нужно. А почему не нужно и почему нужно чуть про это ниже. Это я отвлекся. Извините. Потому что. А вдруг где-то когда-то на чек вверх попадет. А вот моя фотография. А когда на него лепят. Знаете как это называется? Это логотип. Вот это. А. Буква 4. Это логотип. Это значит теперь она не моя. Эта фотография украдена. Идем. Смотрим дальше. Обратите внимание. Я набрал абрикос академик. Я для новичков. Вы можете отключаться. Вы узнаете. Тут среди нас такие зубры. Некоторые из вас вырастили лучше меня. Особенно кто по-вежнее. О. Что вы тут делаете ребят? На мышку нажали. Отключить. И телевизор. Там как раз что-нибудь покажут. А хотя телевизор усили смотреть. Без валидон. Особенно новости. Так вот. Пошло. Самое яркое. Когда нажимаешь академик. Вот этот первый ряд. И частично второй. Это самые ходовые эти. Все плодопитомники. Кто продает абрикосы. А что продают? Я говорю фальшивые плодопитомники. Самое страшное. Что появились. Это надо. Да. Иван Александрович. Запоминайте. Когда вы там будете. Это будет пункт 8 или 10. Напоминайте. Законодательно. Запретить. Продажу через интернет магазины. Которые можно назвать. Могильниками. Откуда мертвые или полуживые сады. Все расходятся по стране. Запомнили. Александр Савельевич. Это для вас говорю. Потому что. Вы из нас. Самое. Это. Перспективное. Так вот. Ваша задача. Законодательно. Запретить. Интернет магазины. Продажа. Только. Из питомников. Прямо. Из питомников. Дальше. Вот этот ряд. Учеба. Вот это. Таких штук. 100. Вот эту фотографию присвоили. Таких штук. 100. Присвоили. Вот это вот. Хотите сейчас посмотрим. Вот. Это академик. Вот. Или поверите. Что их тоже штук. Что присвоили мы. Это моя. Это Латинкова. Это. Галя Латинкова. Рука. Поняли. Да. Ну. Потом видите. То есть. Мои всегда попадают. Обязательно. Вот. Почему. Здесь она на третьем месте. А вот это вот. Видите. С линейкой. Линейка всегда выдает. Видите. Это моя линейка. Да. Вот. Думаете. Все. Вот это моя фотография. Поняли. Вот. Теперь. Самым нижним правом углу. Смотрите. Трудно видеть это. Можно и не заметить. Опять линейка. Вот она. Вот эта линейка. Вот она. И опять моя фотография. И мой академик. Вот. Но я еще на одном примере. Чтобы мышку нажали. Правильно. Сейчас скажу. Про линейку. Вот моя линейка. Это просто чудо. Что когда-то я взял и раскрасил. Кто меня под руку раскрасил. Вот результат. Значит. Здесь написано. Сады Урала. Запоминайте. Если вот здесь вот. Фотография просто. На чужом сайте. Это называется присвоение. Вот. А когда на ней свой логотип повесили. Вот видите. Не взирая на линейку. Линейка тоже логотип. И вот он логотип. Если у них свой логотип. Они ее украли. Поняли. Да. Поэтому я написал. Логотип на моей фотографии. Чистое воровство. И именно вот эта. Долго извинялась. Передо мной. Когда за руку взяли их. Знаете кто. Павел Троценко. Один из ближайших. Друзей сотрудников. Он их это самое. Взял. И досудебное. Написал. Записку. Тут же извиняться. Но успели обмануть. Тысячи людей. Вот. И если думаете. Что фотографию мы убрали. На этом обман закончился. И что мало фотографий в интернете. Вот та самая фотография. Я теперь перехожу. Чуть на другую тему. Она. Хоть брат запретил. Мышевкой мыхать. Но дело в том. Что есть вещи. Которые. Вот. Я эту фотографию видел. На полсотни. Ну. Хотите проверить. Я сейчас наберу. Нажму. Похоже. В Яндексе. Вот. Или просто поверьте. Ну. Ну. Так. Случайно. Я же. Сколько любовался. Я не видел этого. Вот. 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 Это. Это самое. Питомник. Растений. Калужская. Короче. Р. Г. А. О. Макс. А. Это. Академия Немитимирезова. Ну. То есть. Где им взять абрикосы. Ну. Где им взять абрикосы. Ну. Нету у них абрикосов. И во время того. Самого. Как он назывался этот. Конференции. Куда меня пригласили. Абрикосы два человека Сибири приезжали. В Залезу Байкалу. Я рассказывал. Нету. Нету. Вот. Вынуждены присылать. Мои фотографии. Вот. А вот это. Я очень. Не хочу. Трепать нервы. Этим. Сотрудникам. Этого института. Вот. Ну. Зачем-то. Моя фотография оказалась и тут. Видимо. У них. С абрикосами напряженка. Вот. А. Институт. Восемьдесят лет работал. Дальше. Вот. Это вот. Сажен. Сатемаряшка. Академики. Моя фотография. Сейчас я пойму. Почему. У меня. Есть идея. Я вот поделюсь. А про 100 тысяч попозже поговорим. Вот это. Я уже. Кто-то из вас видел их дважды. Ну. Почему я еще раз говорю. Потому что. Я стараюсь бить в одну точку. Дело в том, что если это новый сорт. Называется успех. Новый сорт. Значит. Велиминов. Кто же не знает Велиминов? Мы все знаем. Правильно? Вот. Смесь пыльцы сортов лучший митюридский товарищ. И получилось это самое. Еще и прививка на сливу. Успех не подопревает. Ну. На сливу лучше. Конечно. Не подопревает. И что получается? Межвидовый гибрид. Извините. Долго не живут. Но дело не в этом. Но если вы создали новый сорт. Зачем моя фотография здесь? Вот. А вы помните как это выражает. А был ли мальчик? Вот такие тут. А был ли новый сорт? Это моя все та же фотография. Значит. Второй раз нажимать не буду. Я вам уже показывал как легко это все делается. Вот. А это секс этого. Это секс сайта. Вот пожалуйста. И ничего не стесняется. Я помню. Когда была свара неприятная с этим. Мы обучили субтитры резвуки. Что они это? Которые нас обвинили в том, что мы некомпетентны. Ну. Я вот показал же это. Ну пожалуйста. Позвоните ректору проекта. Ну пусть уберут. Да не позвольте же в конце концов. Если вы хотя бы снизошли до того, что со мной общаетесь. Пусть через мат. Ну все равно. А сейчас я вам расскажу. Ну брат сказал не ругаться. Брат сказал не это. Тогда давайте немножко раз. Как это называется? Ну займет пять минут. Но она мне кажется к месту. Да и как-то не сильно напряженка будет. Вот во всей этой истории. Впереди много всяких фильмов этих. Много тем мы обсудим. Итак. Что такое притча про наследие? Она касается нас всех. Когда идеальный мыслитель, мудрец, стал легендой. Это же не просто так. Вы что думаете? За эти две тысячи лет что-то изменилось? Или тысячу лет? Да? Изменилось? Давайте смотреть. Итак. Быстро-быстро. Я люблю. Я бы так поговорил. Полчаса бы. Коротко пересказ. Одной из притч. Очень коротко. Он еще ребенок. Проблемы есть у ребенка. Наверное с бедной семьи. Ходит по рынку. Чего бы поесть или украсть. Значит смотрит. Сидит старушка. С протянутой рукой. Рядом с ней обрел. Извините. Второе что-то рассказываю. Годы прошли. Рядом с ней облезлый кот. Вот. Оба голодные. Никто не подает. Ему стало жалко старушку. А голова у ребенка работала. Вот. Значит. Он с ней пошептался. Поговорил. Единственное там. Дехарем. Или как там звали эти монеты. Вот. Или рупия. Я даже не знаю чем. Вот. Ну короче монету. Выпросил на нее. Значит. А может две. Может три монеты. Но главное что. Старый облезлый такой весь заплатный шатер был поставлен. И на последнюю грошу значит попросил еще грош наверное на клетку. И еще один грош на объявление. В объявлении было написано. Заморский невиданный зверь. Вход. А одна. Толерупия. Ну короче. Одна монета. Все. Готово. Значит. Старушка сидит у входа. С этой же протянутой рукой. Вот. Там. Собирается толпа. Любопытство неимоверное. Читать бухарцы умеют. Написано. Заморский редкий зверь. Все хотят. Тоже не боятся. Боятся всего. Боятся что нас вешают. Боятся что обманут. Жалко эту же самую монету. И наконец один из бедных берет и заходит. Туда. Видит облезлого кота. Ну сейчас я разнесу все это. Первая мысль. А вторая это главная мысль. Так лейкая была. Да вся бухара надо мной смеяться будет. Мне придется вообще из города уехать. Все. Саша жизнь на мне будет пальцем показывать. И он делает морду кирпичом. И как ни в чем не бывало выходит. А монетку там у старушки отдал. И выходит. Толпа ждет. Смотрит на него с подозрением. А у него абсолютно. Даже немножко довольный вид. Ну тогда второй решается. Монету заходит. Выходит с мордой кирпичом. Признаться боится. Тоже боится этого насмешек. Вот. Потом третий, четвертый. И торговля пошла. Пока вся бухара не прошла. Вот. Так вот ребята. Теперь вы поняли о чем это? Поняли о чем это? А это вот об этом. Вот об этом. Вот. Сколько народу обманута. Это ужас. Каждый год обманутых. Миллионы. Почему? Большие организации. Крупные. А у них же есть сайты. А на сайтах там видно, что недвижимости, гектары. Все. Там видно, там работают в каждом месте сотни людей. А обманутых-то миллионы. Это что? Прокормить эту ораву. В общей сложности это все плодопитомники. Это магазины. Это даже не десятки тысяч людей. Это сотни тысяч людей. Гигантский механизм работает холостой. Потому что от этого ничего люди не получают. Сколько их там ни было. Итак. Алексей Виноградов вспоминает. Ты мне нашел за несколько дней около ста плодопитомников. Интернет. Свои фотографии вспомнил. Сколько лет прошло? Лет пять. С тех пор мы добавляем, добавляем, добавляем. Наверное, их уже 200. А кто их знает, все. И вот здесь смотришь, тут 50 этих самых организаций с моей фотографией. Тут 20, тут 30, тут 10. А тут, помните, я посылал вас на кухню, говорю, вот я сейчас буду листать свою фотографию. Там их несколько сотен. Организации, которые я присвою. Сотен. А вы пока чай попьете, возвращайтесь, я еще буду листать. Помните мою иронию? И вот с седьмой я говорю, для тех, кто первый раз в первый класс. В идеале лучше вообще не связываться. Но, а вдруг и сотни, один, два попадется. Вот теперь мы возвращаемся к нашей, как называется, коммерции. Итак, вспомним, как заработать 100 тысяч. У меня два, две фотографии, одна из них. Здесь написано, абрикос в Манджурске, 300 рублей. Так. И продажа была в Кратс, на Ярске. Вот. Ну, пытался я посмотреть сайт, нажал, посмотрел. Никаких следов абрикосов я не нашел. Откуда же они взяли абрикос в Манджурске и мою фотографию. Вот. И вот, и мою линейку. То есть, все по-честному. У меня, по-честному. У них не по-честному. Была еще одна. Я все равно найду. Мне надо, чтобы повезло. Фотографии уже не тысячи, уже десятки тысяч. Вот. Все это ценнейшая фотография, но еще немного. И там у него, может быть, другая. Ну, это фирма. Там моя фотография, сам питомник, однолетняя. Абрикосы. Причем, а я же, сто процентов, я так же разоблачал, показывал, ругался. Вот. И стояла цифра. Также абрикос в Манджурске. И стояла цифра 800. Понимаете? И тогда я подумал, ребята, я возвращаюсь к теме. Кто это? То есть, я не сказал, что я закончил в тот раз. Я сказал, цифры впереди. Вот. Дождались? Дождались. Смотрим. Вот это. Та самая фотография, которая доказывает, что я не обманщик. Так? Вот. Что ее украли у меня. Согласны? Согласны. Раз согласны, смотрим дальше. Теперь. Получается так. Я пытался понять. То ли они начали с 300. А торговля хорошо пошла. И дошли до 800 рублей за штуку. Сергей продавал по 700. Это последнее, что я знаю. Ну, эти же сармцы. Манджурские. А, да. Уй, сейчас, минутку. Давайте быстренько. Прибывались? Вот. Какая схожесть? У меня было пару случаев, когда люди созвались. Вы прислали подмерзшие косточки. Ладно, все. Не буду. А то брат скажет, опять шашкой машет. Пойдем дальше. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. Вот где-то мы тут были. Итак. Посмотрели. Посмотрели. Где-то истинно... Или было 800, а потом скинули на 300. Ну, еще раз говорю. Но я видел два разных сайта. А, два разных фотографий. Смотрим дальше. Вот это всего лишь было в начале лета. Видите? Ну, нет. А, середину лета июль. Значит, в начале лета схожесть видели. Видели схожесть тех, которые были посажены осенью. Подзиму и видите всхожесть, которые были посажены весной после сертификации. Вот. Ну, можете посчитать, сколько тут денег. Примерно сколько косвих стоит. Так? А косвих стоит 25 рублей. А вы возьмите их 500 штук. 10% скидка. А возьмите их 1000 штук. И вы уже не по 25, а по 20. То есть, всего тогда до 20 тысяч. Давайте смотреть. А вдруг я хотя бы одного убедю. Почему? Потому что это... Что такое 1000 штук? Это сразу получат... А, ну, вверх не буду листать. Это то же самое, что сотни остаются навсегда. До начала сотни. Потом, вы знаете, сегодня Андрей, мой друг, я потом могу даже фотографии показать. Он испилил очередные два абрикоса. Ну, невозможно, я уже жалуюсь. Уже начинал садить так быстро. А то и пристали, что мне нужны были веточки. И какой-то отбор. Отбор произошел. Я говорю, смотрю, плоды 20 грамм спилили. 30 грамм спилили. 40 грамм спилили. Не потому, что они могли оставаться еще несколько лет, давать плоды. И этих плодов хватило бы на всю страну. Ведь в сумме я уже, наверное, штук 40 спилил. Сейчас он взялся за молодежь. Вот. Вынужден, вынужден. По-прежнему никто мне не сыграется землю давать. Вот. И тогда получается следующее. Значит, эти деревья настолько хороши, что их не то, что проблема вырасти. Проблема, куда их потом девать. Намек поняли? Итак, сотни остаются на месте. Пол сотни. Лучше из лучших. Еще долго. Они потом все равно начнут давить. Но это через несколько лет. За это время вы получите урожай. За это время кому надо, человеке, получите. А помните, я говорю, значит, мне задавали вопрос, а я на него бегал, бегал, я боялся вас испугать кто-то. Не все, нет. Здесь надежный костяк. Но есть люди, как говорится, колебательные. Вот. Которые то ли смотреть меня, то ли не смотреть. А помните, я начал? Значит, законы Менделя. Папу один, а три маму. А маму один, а папу три. А тогда надо купить уже 4 плюс 4. Тогда уже какое-то равновесие. А они, зараза, видят, что это Сибирь. Они стараются это. Еще и... Вот не зря же Мичурин терпеть не мог Менделя. И относился к нему. Нет, не с ненавистью. С презрением. С презрением. А он-то видел, что происходит какая-то... В этих самых... Какая-то перестройка. Но она какая-то, знаете... Буквально геном корежет. Вот это слово, оно не научное. А вы представляете себе? Геном корежет. Ему хочется давать крупные вкусные плоды, потому что крупный вкусный плод прежде всего съест животное, птица, и отнесет на километр и посадит. Вы знаете, что такое? Съел птица, отнесла. Я не говорю, выплюнула. Я не говорю, чтобы через кишечник пропустила. Да, лось съел там, коза съела дикая, вот, пропустила через кишечник, и, внимание, мягко, посадила на новом месте. А ему выживать надо. И он тогда этот геном, искореженный, тогда даст место одного вот такого плода. Три вот таких, а пять вот таких. И тогда получается, что вся селекция летит к чертовой матери. И мы вынуждены, это я серьезный кишечник говорю, ребят, мы вынуждены прививать, потому что у нас нет другого выхода. Гигантский объем работы, выполненный десятками, если не сотнями этих научных учреждений, пропал впустую. Понимаете? Впустую. Вы просто не знаете это все. Как-то вот мы открыты. Вот, видите, вот же все. А они закрыты. Мы никогда не узнаем, что, где у них успехи. Какие? Тридцать лет мы выращивали, показывая там сорт сливы, которые у нас и у Бойбарки такие же. Причем не крупнее, не меньше, а именно такие же. Вот. Это все из этого. Браво на это. Все, что сейчас иногда высунуется, а у альтезатор вот такие. Я к чему говорю? Нам нужно, нужно начинать снизу. В каком плане? Если это, не жмите, вот это вот. Хуже не будет. Это тот самый ПТР. И как у Аулина получилось? Все дойдя на вам, сладкие вкусные. А это было не вкусно. Это кислятина. Поняли? И тогда получается, что когда вы будете торговать саженцами, вы людям принесете удачу. Я не говорю, покупайте у меня именно косики абрикоса Патриарха. А почему европейцам не купить косики сыновей? Они еще. Я уже показывал 30 грамм, 40 грамм. Даже на одном дереве показал 50-граммовое. Ну, вспоминайте его. Я же не мог это, не упустить шанс. Показать такое чудо. Вот. Итак. Вы мне 20 тысяч, я вам 1000 костик. Смотрите, что получается. Ну, и не забывайте, что я с Украины. Я люблю поторговаться. А то давно пропал бы. Покупаем 1000 штук. Платим 20 тысяч. Это со скидкой. Всходит 800. Ну, немного счастья нужно. Вдруг взойдет 500. Ну, допустим. Продаем по 300. Меньше уже это смешная цена. Я вообще меряю с бутылкой водки. Так вот. Продаем по 300 рублей. Получаем 240 тысяч. Это четверть миллиона. Так. И главное, помните, там выше было. Значит, бизнес этот должен находиться возле крупного города-мегаполиса. Да, да, в случае Красноярск. Где-то, в другом месте, Новосибирск. Где-то Иркутск. Вот такие города богатые, где достаточно людей. Вот. Помните, как человеку не купить до своего сада по 300 рублей, когда информация, пусть не официально, оставляют в ресторане. 400 рублей заставок, так было, окажется. Оставляют в ресторане сумму, на которой можно было, ну, короче, можно было все тысячи купить. Так вот. Теперь. Так какой-то еще. 10 тысяч костей. Вот. 240 тысяч. Откидываем 40 тысяч на накладные расходы. Ну, куда без расхода? Бензин, охрана, полив. Вот. Ну, на самом-то деле, не заход, что на большой, согласитесь. Это на любую дачу влезет. Сразу. Дальше. Получается, внимание, я уже обманул. Я обещал 100 тысяч. Аман-то получился за то, что вы можете за это получить 200 тысяч. Вот такой хороший арбат. Вот. Ну, а дальше губы раскатали еще 3000 купить, чтобы заработать уже 600 тысяч. Вот. Ну, и самое главное. Знаете, почему эти деньги не пропадут? Если даже за слово 50-100 тысячи, то есть каждый 10-20, а это уже неизбежно, то тогда вы имеете такую матричность, что все равно вы лучший из лучших на целый регион. Все, убедил вас. Я вот вебинар прошлый убежал, убежал, ну, все звали заказами. И одного. Вот теперь ждем. Ну, в этой же вебинаре я вас, так сказать, проинформирую. Так, сколько осталось еще полчаса поговорить? До сих пор я говорил то, что я обещал. Это первый раз в первый класс. Но самое интересное, ребят, вот. Сейчас еще поговорю про что-то, а потом у нас остается время на просадку. И хотя я уже про просадку говорю, надо еще раз сказать, только на первое. Вот, сегодня была примечательная вещь. Вот. Это я попрошу брата вырезать из моего фильма сегодня, он еще на поиске. Вот ко мне приехали садоводы. Замечательные люди. Вам понравятся эти люди? Вам понравится, как я с ними разговаривал? Какие они энтузиасты? Как они это все-все. Книгу купили. Да, вы поверите, книгу купили. Мою за полторы тысячи. Там попрослось, где как моя внучка, которую я хочу сделать. Пусть, может быть, ну, хоть и мне говорят, что ты лишаешь детей детства. Ну, по-моему, ей нравится торговать. А что делать? Это для нее игра. И вот мы себе продали книгу. и когда вдруг мы продали с ней два персика непривитых, я с ней, потому что я говорю, вот, а как хочешь, продавай еще. А она уже немножко, уже знает, что говорить. И тогда они захотели еще, говорит, ой, попробовали апорт, апорт хотели. Ой, нет, грубо, этот, Антоновку. А там как раз лежат, их там никто уже не поднимает, уже заелись. Плоды упали, лежат. Значит, попробовали, и говорят, а санец есть? Андрей копал эти персики, и говорит, есть сколько? Тысяча горшки. Выкопайте нам. Он выкапывает, тащит сюда. Перед нами лежит, я сделал сильнейшую обрезку этим двум персикам. Андрей на наших глазах. Вы увидите фильм? Я же ничего не выдумываю. Вот, вы увидите, как он обрезал Антоновку. А мы, говорит, сами ветки поотраваем. Ой, листья поотраваем. Какие листья? Как отрывать? А рядом со мной стоит уникальный человек для меня. Для меня это штучное изделие. Он агрохимик. Какой сейчас? Агро, агро. Ну, там фильм вы видите. Вот. Он из этих. Он бывший фермер. Он бывший крупный руководитель хозяйства. Там, администратор. У него полторы тысячи было только гектар. Вот это. И человек, который со мной согласился. У него специально он первое слово агро, второе забыл. Вот. Фильм увидим. Я почему говорю? Я говорю, поймите, я не собираюсь вас. Кто-то вам научил вас оторвать эти шмаговать листья. А они зеленые где-то задержались. Они чисто зеленые. Они не собираются ни один напариваться. Они даже не пожелтели. Вот. А они ну как так? Ну как? Ну как же потому что первый день живем? Надо обязательно с восемь надо оторвать. Ну я давай рассказывать. Я какой-то момент так как они сомались на авторитетах. Я попрошу брата, который мотивирует фильмы, этот кусочек вырезать. Почему? Вот. Я надеюсь, что он слышит. Надеюсь, что он по-другому будет делать. Может быть, он лишнее отрежет, уже когда он будет продавать. Я он. И не Сергей Железов, который был еще в седе. И не Савельевич, который никогда не сикнут и отрежет. И вот я вынужден был сказать, не знаю, придется вырезать, но в любом случае говорю, лист и поська это единый организм. Вот. Потому что солнечная батарея это лист, а поська должна развиться. стоит только оторвать этот лист. Мы первое получаем рану перед зимой. Живую рану, представляете, с мясом отрывается. Как правило, лист. А еще показывали по телевизору этот самый, господи, какая, Галадьев, двухметровый саджинец, листья яблоня. Это я видел несколько лет назад. Халка до сих пор не взял тогда фотографии. Вот. Листья вот такие огромные у яблони. Явно броскость такая. Верюмно из лучших. То есть два метра, потому что она руку вот так подняла. Оставила 4-5 листиков с верхушкой, а остальные два метра она делала вот так, ну, подняла. До земли. Два метра. И эту халеку она взялась садить. Наши по-разному. Еще кто-то А Или это, или предыдущие гости Они едут кожли И говорят, а я помню Ну, понимаете, груши там Понятно, там можно взять ножичками Плодоножку пополам Разрезать, чтобы и плод Не калечился И плодушка Не калечился Видите, уже человек что-то знает А вот эти люди приехали Но мне понравилось, что вот этот товарищ Вот этот Апторитет, живые дети, серьезнейший мужик И он наконец из нас И вот он говорит А для меня это как Бальзам на душу Не я, а он говорит Ну как же листья, он же дает Протосинтез А кто же почку выкармливать Если листья отрезать Оторвать, поняли Тем более с мясом Вот такой случай был сегодня То есть Пусть даже лишнее отрежет Но листья должны оставаться Ровно столько, сколько корней За эту осень А еще тепло Кормить будут, кормить, кормить И придет время Лист упадет Но он упадет тогда, когда ему положено Можно чуть раньше Саженец, пересаженный калека На день раньше На неделю раньше Но все-таки Задача максимально Добиться Чтобы пульска возревала Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...